Здравствуйте! Меня зовут Раллисон Лусяну. Я студент. Я приехал с Мадагаскара. Я хотел поделиться с вами моим нерусским взглядом. Перед тем, как приехать в Россию, я уже немного познакомился со студенческой жизнью. Учился в университете, жил в общежитии. Я ладну лапшу чуть ли не каждый день. Но это для меня была самая лучшая жизнь в мире. Но оказывается, что я немного ошибся и видел далеко не все. Когда я приехал в Самару, моя студенческая жизнь продолжалась. Я занимался теми же делами, кушал ту же лапшу. Но здесь я заметил один большой плюс. Студенты имеют возможность показать свои таланты. И, наверное, самое запоминающееся занятие за всю мою студенческую жизнь – мое участие в STEM. На Мадагаскаре я всегда мечтал, чтобы в наших университетах был хотя бы один вид творческой деятельности, где студенты могут проявить себя, где новые таланты могут расти. Или где, кроме учебы, студенты научились бы чему-нибудь. Поэтому на первом курсе я сразу решил пойти в наш STEM, даже не знал, что это значит. И, видимо, это совсем другой мир, где все абсолютно до самой мелчайшей детали делается студентами. От самого описания текста для концерта до выбора дерева для декорации. И при этом студенты получают поддержку от университета. Но меня впечатлили еще больше то, что это вид увлечения не только на уровне студенческом, но и на уровне страны. Например, я был удивлен, когда впервые услышал о разных лигах КВН и их соревнованиях. Или еще, когда узнал о всероссийской студвесне, где разные STEM-ы разных вузов показывают, на что они способны. Я считаю, в этом плане в вашей стране очень везет, так как юмор, как часть культуры, не умирает. И всегда будет поколение, которое внесет свой вклад в его развитие. А на Мадагаскаре ситуация совсем противоположна, так как молодежь даже не пытается развивать это направление. И сильно боюсь, что в недалеком будущем никто не будет заниматься юмором. Это был Лусяну и мой нерусский взгляд. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»